Всем привет, это Мистер Чейзер, вы смотрите мой Джейс Плей канал и мы продолжаем проходить игрушку под названием XCOM Enemy Within. Ну что, в принципе опять я какое-то время не заходил в эту игру и буду сейчас опять, в принципе, вспоминать что-то как нам нужно было сделать. В Японии что-то у нас не очень люди рады и в Юаре тоже. Кстати, нам нужно определить где же находится база сраного экзальта. В Нигерии вряд ли, да? База экзальта находится в стране, за которую можно играть в Цивилизацион 5? Серьезно? Это как? Россия что ли? Россия? Я не понял. Вы нас хотите предать? В стране, за которую можно играть в Цивилизацион 5. Ну блин, Цивилизацион 5 за Россию можно играть, это я точно помню. Это единственный раз, когда я играл в Цивилизацию 5 и играл в нее за Россию. Германия? Ну вроде тоже можно. Великобритания? У нас осталось по сути три страны, как я вижу. Великобритания, Россия, Германия. В принципе я... Не знаю, наверное еще попроводим парочку операций секретных. Ага, денег нет. О, пошла движуха. Вижу несколько неопознанных объектов. Давайте мы пока что посмотрим. Вот в Европе, да? У нас тут Германия, Франция, Россия, Великобритания. Франция не при делах. Посмотрим, какие вот из этих трех стран Великобритания, Россия и Германия скажут нам, что здесь происходит. Так, Австралия, Индия. В Индию лететь ближе, поэтому давай сюда секретную операцию забацаем. Туда у нас пойдет... Опять же, Лиза Говард. Или кто у нас там ходила обычно? Давай Лиза Говард. Так, что у нас тут есть? Давайте лазерный пистолетик дадим. И, не знаю, давай, например, комплект на броне. Пусть будет. Секретный агент направлен для уничтожения группы Экзальт в Индии. Хорошо, секретная операция через 6 дней будет. Блин, все тестирование у нас не скоро. Ну ладно, думаю мы с ними справимся. Давайте посмотрим, что у нас тут на карте происходит. Так. ДПМП готово. У нас нет денег абсолютно. Все просрали. Что по постройкам? Я тут хотел что-то сделать вроде. Модуль спутниковой связи, наверное, да? Но он стоит 100 баксов. Поэтому просто... Идем на секретную операцию. На больше, в принципе, ничего сейчас сделать. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Интересный состав. Людей у нас. Даже некого, в принципе, убрать. Давайте тяжелую пехоту уберем. Поставим вместо нее голя в два. С плазменной пушкой, кстати. У нас уже все довольно крутые ребята. Кроме Исры. Вот у нее почему-то еще до сих пор... До сих пор нет брони крутой. Но, в принципе, думаю, ей пока что она и не нужна. Это же снайпер. Так, мы сама. Ты у нас чем? С легким плазмером? Ты что, издеваешься? Так, нано-броня. Все отлично. Нано-броня-граната. Цель-граната. Цель-граната. Нано-броня. И... Медпакет. Погнали. Как раз с этой операцией, думаю, выясним, где более точно находится база. Посмотрим. Так, это защита. Штурм-1. Отправляйтесь туда и обеспечьте безопасность нашего агента во время сбора данных. Хорошо. Дождик. Красота. Люблю такие карты, где у нас погодные условия. Наш агент передавал добытые данные, когда прибыли войска Экзальт. Положение передатчика пока защищено кодирующим устройством. Но если бойцы Экзальт смогут взломать код, они найдут передатчик. А если его взломают, вряд ли мы получим данные неповрежденными. Кстати, прикольная карта. У нас новая задача. Так, гляк, какие у нас все крутые. Сколько здоровья у всех. Ну, кроме Исры. И Сидоровой. Хотя, вроде у нее, ну... Довольно классная броня. Так, давай светить. И идти на защиту кодировщика. Думаю, что-то это нам додаст. Но перестрелка будет на более выгодном месте. Для нас, по крайней мере. Давайте, секретным агентом, сразу взломаем эту хрень. И взломаем стекло. Если наши люди смогут подобраться к транслятору Экзальт в зоне действия, есть шансы взломать их систему коммуникации с помощью ключа, извлеченного из данных противника, и отрубить им связь. Ага, назад типа я не могу пойти, да? Мы отрубили противнику систему связи. Они не смогут восстановить ее сразу. Хорошо, пока что отрубили. И будем на этом счастливы. Давайте двигать всех ближе к кодировщику. Карта прикольная. Красивая, я бы сказал. Так, Адиджеджелал, давай по вот этому флангу. Блин, такая чвяка под ногами. Прям так чак-чак-чак. Все идут. Так, Тамала Ебуа. Так, давай по центру. Сильно как будто по какому-то говну передвигаются наши бойцы. Так. Срадавай сюда. Так, Асидорова. Куда тебя поставить? А ты наверх, кстати. Да, она может залезть наверх. Вот отсюда ты и будешь стрелять. Это ж у нас типа паркур и все дела. Оп. Попробуем отсюда снять противников. Так, тем более сейчас противники толком ничего не могут сделать нам. Так. Нашего агента давай назад. Пусть она пока тут посидит. Так, машинка из эксплавов. Проще говоря, Галяв-2. Давай сюда на разведку. Портивников нет пока. Тут у нас прям какой-то окоп. Как будто война, не знаю, какая-то. Сейчас будем окопные поединки проводить. Так, а вот враги. Все еще с лазерным оружием. Ага. Ой-ой-ой. Ну как ты можешь так мазать? Ладно, не важно. Это все нормально. Мы же можем пострелять этим человеком. 62, 62. Давай снайпера. Ё-моё, да что с вами случилось? Чего такие косые резко стали? Нет, это меня не радует. Ни капельки. Так, мы сама. Ну-ка ты. 59, 59. Ну давай, попробуй ты попадись. Вот. Вот так надо стрелять. А не то, что вы творите. Так, еще и Сюзанна хочет слить у нас одного, но... Подожди, два. Их там два. Ну давай двоих сливать. Отлично. Почему бы, как говорится, и нет. Ну и двойной выстрел. Туда же. Четко в лицо. Так, истра у нас еще есть. И Тамала Ебуа. Вот Тамала Ебуа, наверное, пойдет вперед уже на защиту. Чтобы если они зашли в зону действия этого котировщика. Чтобы они не могли ничего сделать. Так, смотрим, что будет делать Экзальт. Мы им нарушили систему связи, но, в принципе, они уже должны подходить, да. Что там за звук? У них там еще три передатчика их, вот этих вот. Ну, в принципе, я не буду рисковать агентом. Пусть так будет. Отобьемся. Снайперы зарешают тут. Так. Давай-ка двигать немножко ближе наших. Оттуда, кстати, можно? На машину. А, жалко. Я бы сюда, на грузовику сюда бы залез и стрелял бы отсюда. Было бы прикольно. Так, машинка из Экз-сплавов. Давай сюда. Твоя задача танковать. В принципе. 96. Попробуй только промазать. Отлично. 15. Это тоже лучше. Чем тот рон, который ты выдавала вначале. Так, ты давай тут. Вдруг там кто-то сверху пойдет. Так, Тамала и Буа у нас идет. Ну, вот сюда она, например, идет. И постреляет тут в одного товарища. Неплохо. Но ты можешь лучше. Так, джалал. Которая Хадижа. Ну, и Сидорова сливает этого товарища. Отличная позиция у нее прям. Так, Исра тут прикрывает периметр. Нормально. Здрасте. Ага, сзади. Тут у нас хочет Исра его убить. Да? Да. Хорошо. Изи. Просто изи. Нет, серьезно. Посмотрите, что мы творим. Так, Сидорова, давай. Посмотрим, что у нас тут происходит. Тебе, кстати, неплохо было бы плазменный пистолет уже выдать. Так, ну Исра тут неплохо сидит. Прикрывает левый фланг. Это малая еба у нас подойдет, например... Не сюда, мы сама подойдет. Это малая еба у нас... Ну, например, тут посидит. Прям возле кодировщика. Так, Жалал. Неплохо было бы, например... Не, у нее неплохая позиция, пусть тут сидит. Вот мы сама у нас пойдет сюда. Тут хорошая позиция, забьет туалетами. Душь извини. Но показывает игра, что здесь укрытие получше. Так, ТПМП из Иксплавов. Грубо говоря, машинка. Катится сюда. Приезжак. О, хорошо. Так, вот тут она у нас посидит. Агент. Пусть тут тоже сидит. Она может сверху там немножко пострелять. Так, Сидорова, пусть тут сидит. И Исра тоже сидит. А у нас все по новой? Ну, давайте ждать. Нам тупо надо ждать противника и все. Нам нет никакого смысла ломиться вперед. Так, ТПМП сюда подъедет. И вот этот будет левую зону простреливать. Если что. Левый фланг, а не зону. Ага. Да пусть идет, мы их встретим. Вот так. Так, здорово. У нас тут куча людей хочет пострелять. Они просто приходят и умирают. Жесть. Просто все хотят стрелять. Просто. Просто все. Так, а Лиза Гвард может нас убить его и подкачаться? Музыка, кстати, начала играть жестко. Ой-ой-ой. Это плохо. Но не в этом случае. Я же забыл, но боеготовность стал. На босс бить боеготовность сначала. А потом убить его агентом. Чтобы, да, Лиза Гвард получила повышение. Ну, музыка только жалко перестала играть. Классная. Как по мне, так она символизирует обновленный XCOM. Ну что, пока ждем. Больше нам делать нечего. Так, они не делают ничего, поэтому Лиза Гвард идет назад. Задачу выполнила она. Парня слила. А мы ждем. Пока перезарядки осуществлять не будем. Вот, Хадижа желал, может перезарядиться. И мы сама. И ждем. Осталось продержаться совсем немного. Серьезно? Давай, добивай его, Сидорова. Отлично. Еще один тут хочет подойти к нам. Ну, Сидорова с ним разберется. Исра тут его добьет. Просто я не знаю, на что они надеются, эти ребята из экзальта. Их просто тут сливают. Ага, еще один. Трое. Четверо. Нет, трое. Сто процентов на барабане. Буква. Буква называется смерть. Пока. Это мой автобус, уходи отсюда. Так, ну и второго давай тоже. Чего там сидит? Сняла его. Боеприпасов маловато. Ммм. Это малый бо у нас прокачано. Прокачано. Давайте. Пусть машинка его добьет уже. Сто процентов. Отлично, командир. Все. Экзальт сейчас это кучка слабаков. В принципе, думаю, можно уже штурмовать их базу. Нам, правда, надо узнать, где она. Хорошо, что все вернулись в целости и сохранности. Конечно. Так, Лиза Горд получила сержанта. Мы тут еще получили всякое барахло. Мы уверены, что за последние несколько месяцев ее плена войска Экзальт атаковали пришельцев с целью отбить ее и захватить самим. Если она говорит правду, организация Экзальт еще более опасна, чем мы подозревали. Ну, не знаю. Пока что Экзальт представляет из себя кучку слабаков. Если честно. Так. Мы так и не узнали, где... А, не, узнали. В Великобритании точно нет. Россия или Германия. Стоимость 100. Давай. Еще в Аргентине. Так. Лиза Говард. Опять же идет. Он самый лучший агент, конечно. Так, оснащение. Ну, все то же самое. Секретный агент направлен для уничтожения группы Экзальт в Аргентине. Так, 6 дней, затем гиперволновой модуль через 3 дня у нас будет, и новый экстребитель, и пси-тестирование, кстати. Давайте посмотрим. Хм, похоже, мы кое-что нашли. Последний кандидат, он уникален. От него исходят самые мощные волны псионической энергии, какие мы когда-либо видели. Секундочку, у меня ачивка. Таинственная сила. Найти солдата, наделенного даром. Это не вот эта наша француженка случайно. Я, в принципе, не удивлюсь. А ну-ка, ну-ка, глянем. Сейчас будем псайкеров делать прям. Как в Вархаммере. Ох. Кто же это наш герой? Кеннеди? Забавно получается. Секрет победы заключается не в оружии, не в военной технике, а в нас самих. Это же Мэри Кеннеди. Мы увидим малую толику того, чем можем стать. Мы создадим нечто невероятное. Уже создали. Сидорову. Тамалу Ебуа. А вот и Мэри Кеннеди, по идее, присоединяется к ряду избранных. Пси-подготовка. Так, тессирование показало, что один из наших бойцов обладает псионическими способностями. Угу. Чтобы посмотреть возможные виды пси-подготовки, зайдите в казарму, ля-ля-ля, сделайте бойца псиоником. Чем чаще он будет использовать пси-способности, тем быстрее они будут расти. Отлично. Так, Сильвия Мерсия. А, не, у Мэри Кеннеди нет, это была Сильвия Мерсия, но ничего. Так, Сильвия Мерсия у нас с Даром и Аннетта Дюрант, в принципе. Неудивительно, а у Мэри Кеннеди как раз-таки нет Дара, но ничего. Бойцы. Ну вот, давайте вот эту вот уникальную Аннетту, хотя у Сильвия Мерсия Капитана она. Тупоумие! Ты у нас тупоумная, что ли? Я не понял. Штурмовик убит один. Так, подожди, 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 подожди. Используйте пси-способности боя, чтобы развивать их. Жертва, пораженная тупоумием, теряет чувство реальности. Способность снижает меткость, силу воли и подвижность жертвы. И наносит пять единиц основного урона. На роботов не действует. Время действия три хода, перезарядка один ход. Неплохо. Ну, Сильвия Мерсия... Побольше всяких штучек классных. Ну ладно, Аннетту Дюрант мы тоже как-нибудь будем с собой брать. У нас тоже тупоумия. Специалист псионик, мастер псионик. Ну, Дюрант у нас будешь на подхвате, в основном у нас будет Сильвия Мерсия работать. Так, надо все-таки зайти... Наш моральный долг подготовить бойцов к тому, что их ждет. Эти люди... Они же изменятся навсегда. Я знаю. Так, у нас, кстати, еще нет брони этой, позволяющей нам летать. Это невидимая броня, это самая крутая броня. Это средняя броня. То есть, вот это средняя броня, а вот это... Броня с крюком. У нас нет крутой брони. У нас нет еще крутых... Самолетиков. Ладно. Плазмопистолет. Дорого, блин! Ну, хотя бы... А, стоп, у нас же было парочка. Сегодня началась новая эра в истории человечества. Да, мы победили последних пришельцев, но что теперь? Мы забудем о человечности ради технического прогресса? Мы продолжим пользоваться этими технологиями, и они поглотят нас, как некогда поглотили наших врагов? Нет. Я так не думаю. Это кто такой? Анна Вега. Господи, ты кто? О, я тебя не помню. Блин, у нас вообще нет плазмопистолетов. Куда они делись? У нас же были вроде плазмопистолеты. Надо хотя бы парочку, но нет денег. Давайте, ладно, один. Так, гиперволновой модуль и новый истребитель. Давай посмотрим. Открытое достижение. Высоко сижу, далеко гляжу. Тут понятно, за что ачивка далась. За постройку этого модуля. Готов. О, дедюшки. Новый истребитель. Хорошо. ТПМП на антиграве. Ого, громобой. Вот это ништяк. Небольшой импульсный двигатель, благодаря которому машина способна преодолевать естественные преграды по воздуху. Ууу. Так, громобой. Вот наконец-то. А вот броня Архангел, кстати. Позволяющая нам летать. Давайте, сделаем ее. Остается самый главный вопрос. Что он нам скажет? Ничего. Для начала можно поискать неопознанные летающие объекты. Я совершенно уверена, что наши открытия перевернут весь научный мир. Да? Ну, рад за тебя. Плазмопистолет. Нам бы плазмер еще один сделать, по-хорошему. Поэтому придется продавать всякое то, что нам пока не нужно. А вот, к примеру, обычные гранатометы X-Alt. Обычные... Нет, это лазерные. Лазерные может пригодятся еще. Лазерные автоматы. Десять штучек оставим. Или даже пять. Стоп, обломки искателя нужны. Ядро мехтоида. Кстати, дорогие. Давайте вот так вот. Десять штук оставим. Борткомпьютеры. А, не, субгранатометы. Давайте штучки четыре оставим все-таки. Или пять. Вот, да, пять. Снайперские винтовки. Тоже пятерочку. Тяжелые лазеры. Нафиг они нам нужны. Все равно мы даже ими не пользуемся. Так, и кого у нас тут много? Никого. Пока что хватит. Сейчас построим еще два. Не, один. На два не хватит. Один плазмер. А, кстати, что по улучшениям. Быстрый ремонт. Граната пришельцев. Так, это у нас здесь тактическая разгрузка есть. Охранный дрон. Так, это интересно, конечно. Но пока не надо. Улучшенный пистолет. И что дает? Шансы критического попадания. Ну, не думаю, что это нам прям так надо. Но давайте. Работы начнутся немедленно. Как только у нас что-нибудь будет, я свяжусь с вами. Хорошо. Свяжешься с нами. Ну, в принципе. В принципе, четыре дня до секретной операции. И в следующей серии, думаю, может... Через серию, точнее. Думаю, мы уже, наверное, пойдем на штурм. Базы пришельцев. Ой, базы. Базы экзальта. Базу пришельцев мы уже замочили. Мы теперь должны что-то еще сделать. Я не знаю. Я уже дальше не играл. Естественно. То есть я доходил до вот этого... До базы пришельцев с гиперволновым модулем. И все. Дальше я не играл. Даже псионическую лабораторию ни разу не строил. И псиониками не пользовался. Но, в принципе, что. На этом, думаю, можно закончить данную серию. Так что на этом все. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся уже в следующей серии.